Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал! Меня зовут Антон Эсс, на этом канале мы пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Как вам новая футболочка, дорогие мои сплетники? Ольга, выплывай! Классика нашего канала! И вы знаете, ребят, я вот тут понял, что на носу уже 23 февраля, и значит скоро подъедут подарочки. Я решил, чего ждать, когда можно сделать самому себе подарок уже сейчас. На сайте Всемайки я заказал себе такую вот кайфовую футболочку с нашим классическим сплетническим принтом Ольга, выплывай! Футболка из настоящего хлопка и просто восхитительного качества. И я хочу сразу сказать, что вот этот вот самый принт я сделал сам себе в конструкторе. Посмотрите, как легко это делается. С этим конструктором очень просто почувствовать себя дизайнером. И еще, кстати, я заказал себе вот такую вот замечательную толстовочку 3D. Неимоверно яркая, мягкая, удобная и очень круто смотрится. Я жил в Норвегии, и именно вот этот вот принт напомнил мне в классических норвежских мотивах на свитерах, которые вышивали норвежские бабушки своим внучатам. Ах, как мне нравится эта толстовочка! Ну просто самый настоящий огонь! И да, дорогие сплитницы, вот ловите замечательнейший лайфхак. Если вы хотите не прогадать с подарками о счастливе своих мужчин, советую вам замечательный сайт Все Майки. Есть отдельная категория с принтами к 23 февраля. От принтов с родами, войск до универсальных и остроумных. Так что подарки найдутся всем мужчинам от дедушек до детей. И всегда можно сделать что-то свое и уникальное на конструкторе. Футболка смотрится восхитительно с абсолютно любой курткой или толстовкой, или сама по себе. Обожаю эту футболку. Дорогие мои сплетники, переходите на сайт Все Майки. Более 150 тысяч принтов по разным тематикам. Музыка, игры, кино, аниме, мемы и другое. Вы точно найдете что-то свое. Сканируйте QR-код здесь на экране или используйте ссылку в описании, чтобы попасть на сайт Все Майки. И используйте мой промокод ANTON222 на скидку 15%. Он суммируется со всеми акциями на сайте. Начинаем сплетничать. Помните вот этот вот абсурд с молодой талантливой вундеркиншей Индиго-ребенком Алисой Тепляковой? Я с умилением на самом деле наблюдал за всей вот этой вот драмой, которая разворачивалась вокруг имени этого ребенка. Но там, ребят, родителей я не знаю, я не могу. Вы знаете, каждый раз, когда я вижу, что религия входит, или, по крайней мере, какая-то набожность, или псевдонабожность приходит в умы и головы обыкновенных обывателей, мы видим вот такое вот извращение. Я считаю это извращение. Я не против семейных ценностей, хоть я и представитель ЛГБТ. Я ни в коем случае не против мужа, жена и много детей. Да я сам хочу детей, и это все замечательно. Это, ну, когда все, чем вы занимаетесь, это продолжаете долбить вот этих вот семерых по лавкам, она у тебя просто не женщина, а инкубатор. И каждого ребенка вы пытаетесь воспитать по-своему, сделать из него вундеркинда. И вот сейчас девятилетнего ребенка, я напомню, засунули они ее в МГУ. Опять же, прошла она туда абсолютно на платной основе. И когда я недавно смотрел интервью папы Алисы Тепляковой, и когда элементарный вопрос, а сколько девочка набрала на ЭГЭ, а вот мы не скажем, а почему, а вот потому. И сидел дядя с мамой, с этой самой Алисы Тепляковой, знаете, в такой борзой позе. Я был в шоке от поведения этих людей, но тем не менее. И вот, пожалуйста, сейчас консультация с девочкой Алисы Тепляковой, 9-летним ребенком, стоит 50 тысяч рублей. Такую цену озвучил ее родной отец. Одна, значит, использовательница интернета спросила, может ли Алиса помочь ее сыну с математикой. Тепляков ответил, что консультации у Алисы обойдутся очень дорого. То есть, вроде как, отшилили этого студента малолетней девочки. И дальше он пишет, если же вы хотите психологическую консультацию Алисы по вопросу одаренности вашего сына, то это тоже дорого. Это 50 тысяч рублей за академический час. Вы должны понимать, Алиса уникальный человек, времени у нее в обрез, поэтому цены довольно высокие. Извините, я просто не могу сдержать смех. Значит, ребенок 9-летний, без образования, без жизненного опыта. Знаете, сейчас я буду говорить ту банальщину, которую для меня сказали абсолютно все. Этот ребенок, который должен играть в куклы. Его затолкали сейчас в МГУ. И сейчас вопрос, сможет ли ваша девочка позаниматься с моим сыном. Вообще, что в головах у мам, которые пишут такое? Чему может научить 9-летняя девочка вашего сына? Ну, чему она может его научить? Учитывая там такие папа, мама и прочие, этот сабантуй. Вообще, такой цирк! Такого цирка я не видел никогда в своей жизни. И вот сейчас, значит, выкатил психологический анализ вашего сына. Проведенный моей 9-летней дочерью станет вам 50 тысяч рублей. Ребят, монетизация. Все нужно монетизировать. Любой абсурд, любой цирк, любых клоунов нужно монетизировать. Как же мне печально смотреть на все на это. Вы знаете, именно такие люди дискредитируют. Им набожный стиль жизни. И скромность, и плодотворность, когда дело касается рождения детей. Многодетность, да? Именно такие люди дискредитируют институт правильной христианской семьи. Я полагаю, я принимаю, я знаю, что есть правильные христианские семьи с правильными христианскими ценностями. И это замечательно, что они вот есть тот лучик чистого. Я искренне надеюсь, что эти семьи именно такие, да? Но вот такого толка семьи как раз дискредитируют весь вот этот вот христианский институт семьи. Я был в шоке от этой информации. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. И пожалуйста, не забывайте про лайки, не забывайте про подписки. Это секунда вашего времени абсолютно бесплатная. Но это неимоверно помогает нашему каналу в продвижении. И конечно подписывайтесь, ребят. У нас замечательная комьюнити-сплетник на этом канале звучит гордо. Помните Олег Сирота? Я на самом деле не очень внимательно наблюдал за этим сыроваром. Он сыровар, значит такой, знаете, с моей позиции, с моей точки зрения, такие же правильные христианские ценности. Знаете, такой амиш. Русские амиши, назовем это так. Для меня вот они отдают вот такой вот немножко секта, конечно, какая-то. Я не понимаю, это не моей семьи, это не мой круг общения. Для меня такого толка люди, они вызывают немножечко такое ощущение пыли и безнадёги. Потому что мне кажется, что жизнь может предложить такое огромное количество интересных вещей. Пускай даже это будет выпивка. Пускай даже это будет, я не знаю, посмолить что-то. Господи, я не буду сейчас ничего рекламировать. Но я считаю, что жизнь, она... Блин, я говорю, как алкоголик. Ладно, неважно. Олег Сирота. Сейчас разберем вот этого правильного мужика. Во-первых, конечно, не так давно он просто сразил всех, когда превратился вот из этого хоббита вот в такого вот... О, мужика, ну просто красота. Ребята, бородка, стрижечка, усики. Мужик-то какой красивый. Он шокировал себя. То есть вы видите трансформацию, ребят, между двумя этими. Начал заниматься, вот, пожалуйста, постит вот такие вот фоточки. Вроде не зря мучился и худел на 25 килограмм. Ну прямо мужик. Вы знаете, когда мужик начинает следить за собой, вы знаете, когда мужик начинает стричься. Ну правильно, когда мужик начинает за собой следить. Все не так гладко, значит, в вашем государстве, понимаете? Это психологический же какой-то момент, да? То есть на блюдо давить. Если мужик начинает стричь волосы у себя в носу и в ушах, значит, скорее всего, появилась любовница. Жизненный опыт, наверное, да? Собирательный. Сделаем это так. И вот сейчас просто шокировала всех его жена. Напомню, у них четверо детей. Четверо наваляли, да? Опять вот этот вот, мы фермеры, мы вот эта вот белая кость России, которая поднимет Россию с колен. Мы у нас правильные православные ценности, скрипские, да? Это ничего, я без сарказма. Это все имеет место быть, если правильно это интерпретировать и правильно это показывать. Пелагея пишет, сирота. Не могу уснуть, давно не было такого страха и беспокойства на душе для меня. Завтрашний день очень важен. Завтра заседание суда по разводу. А вон оно когда четверых настрогал. Сейчас будет развод. Несмотря на все усилия, Олег так и не пришел к мирному соглашению со мной. И хотя за время переговоров с адвокатами мы пришли к общему знаменателю и договорились, Олег в итоге передумал и отменил решение. В итоге после 11 лет брака я осталась с брачным контрактом на руках, который Олег уговорил меня подписать сразу после рождения четвертого ребенка. И пребывание нас в реанимации. По этому контракту у меня не осталось ничего. Ничего от слова совсем. Все принадлежит Олегу. И наш единственный дом, который подарила мне бабушка, был заложен Олегом в ипотеку на строительство коровника на много лет. И даже эту ипотеку, уходя из семьи, он отказался закрыть. И в любой момент я могу оказаться просто на улице с детьми, если он по каким-то причинам перестанет выплачивать ее. Никогда не думала, что окажешься в такой ситуации. Мне очень страшно. Я очень надеюсь, что Олег все-таки поступит по-человечески и по-честному. И завтра заседание суда мы все-таки выйдем, если не друзьями, то хотя бы не врагами. Держите за меня кулаки. Так она написала вот буквально пару дней назад. Вот читаешь такое и, понимаете, учит чему жизнь. Не о чему учит, например, жизнь. Не обойдется ни один выпуск без моей щепотки мудрости. Нельзя ни на кого рассчитывать. Было три мужа. Да. Рассчитывал, конечно, рассчитывал. Даже не столько там на деньги, на кусок империи. Абсолютно нет. Да не те у меня были мужья. Рассчитывал на стабильное будущее с мужиком, с которым можем родить суррогатных детей. И у нас будет стабильная жизнь. Я рассчитывал, что вот хотя бы с одним из трех дойдем до конца жизни вместе, держась за руки. Нет. Ни в коем случае. Нет. Когда у меня был мой последний развод, когда я вышел вот в пространство, ты понимаешь, ой, я один. Начинаешь первая встреча с реальностью. Оплата счетов, там, за интернет, за электричество, там, квартплата, вот эта вся тема, да. Я никогда этим не занимался. Никогда в жизни. Вот. И ты начинаешь взрослеть. Или, знаете, в такие моменты жизнь вас тестирует. Вы или взрослеете, черствеете. Знаете, что нас не убивает, делает нас сильнее? А некоторые ломаются. Вот. И вот именно благодарен каждому из моих трех мужиков, да, что в итоге сейчас я человек самодостаточный. И я, наконец-то, живу жизнь так, как я хочу. Не подстраиваясь ни под кого. Жизнь идет по моим правилам. Как я этого хочу, а не как на это я соглашаюсь. И мне ужасно смотреть на женщин, ребят, на женщин, которые, попав под чары вот этого Амиша, да, попав под его промывку мозгов, религия, скрипские вот эти вот моменты. Нужно рожать детей, нужно расширяться, продай дом бабушке, купим коровник, бла-бла-бла. И на какой-то момент, когда ты лежишь в реанимации, беременная четвертым, он приходит и подсовывает тебе бумагу, ты не знаешь, что ты подписываешь. И ты подписываешь всю Олегу брачный контракт. Дискредитирует, в общем, всех мужиков. Вот такие вот немужики. Отвратительно. Вот просто мерзко. Вы знаете, она говорит, я боюсь остаться одна. Не останешься ты одна. Есть закон, по которому он должен выплачивать и содержать каждого из твоих четверых детей, которые были рождены в браке с ним вместе. Он никуда не денется. Он может вертеться, как уж на сковородке. Знаете, такой хитро-же, да, дяденька. Подписывай, жена в реанимацию. Он подходит, подпиши. А что подпиши? Неважно, у нас все под контролем. Ведь так же мужики подписывают документы. Огромное количество. Это не впервые такой трюк. Она ему верит. Да она что угодно подмахнет. Девки, читайте. Читайте, блин, все бумаги, что подписываете. Чтобы потом вот так вот с четвермя не выйти посреди поля, около коровника, на твои деньги купленного. И думаешь, а куда ж пойти-то, люди добрые, в инстаграм строчить? Думайте, что подписываете. А ты сирота. Самый настоящий стыд. Ольга, без тебя не обойтись. Смотрите, какое дно. Пожалуйста, вам, дорогие мои дамы и господа. Ника Белоцерковская, Белоника. Она, значит, выкатывает сейчас огромный пост. Покаяние. Назвала она его покаяние. Немножечко зачитаю. Там вот такое вот полотно. Ровно полтора года назад, как я занялась изучением магии, да? Достаточный срок для проведения итогов. Сейчас будет кратко. Руководство, как сбежать настоящих чудес, опять же, в кавычках. Она там начинает говорить. Механизм у всех аферистов простой. Для начала вас проверяют на магическое влияние. Оно, естественно, сюрприз будет. Потом вам расскажут со страшным лицом, как на вас колдовали. Колдует, вы испугаетесь. Чуть пококетничаешь. Очень много работы вас возьмутся спасать. Поверьте, вы еще и умолять будете. Так говорит Белоника про свою подружайку, которую она на какой-то момент в своей жизни встретила. Дама была с Украины. И вместе они начали изучать магию. Дорогие мои дамы и господа. Я был подписан на Белонику. Был подписан на ее телеграм-канал. Интересно мне было за ней наблюдать. Потом, знаете, неважно. И, значит, я был удивлен, что она сидела там иногда у себя в инстаграме. В прямом эфире. Там на Таро закатывала глазки. Я все это понимаю, ребят. У меня, в основном, мать Таролок. Мне нравится философия Таро. Я обожаю всю эту тему. Но здесь, наверное, немножко займемся другим. Сейчас Белоника, Белоцерковская, Ника, говорит, что ее надула украинская аферистка. Которая втесалась к ней в доверие. И на огромное количество денег она ее, значит, бросила. Это, значит, Вера Новицкая. Так она была. О чем речь? Белоцерковская, значит, признается, что это была все ошибка. Что она попала под влияние под чары аферистки. И дает, значит, завуалированно своей аудитории команду ФАСС. Все бы ничего, дорогие мои дамы и господа. Но во время пандемии вместе с Новицкой Ника завела закрытый инстаграм-канал. Для эфиров по Таро, да? Стоимость входа, дорогие мои, 13 тысяч рублей. Значит, подписка на этот был закрытый инстаграм. В общей сложности количество людей, подписавшихся на этот самый инстаграм, в итоге дало около 18 миллионов рублей чистой выручки. Ник, вот ты сейчас разочаровалась, да, в этой аферистке. Ты вынесла пост с покаянием. Дорогие девочки, не ведитесь на аферы. А 18 миллионов рублей, которые ты получила, ты их будешь возвращать? Ну, легитимный вопрос, да? Когда деньги присылались, вы были счастливы, там сидели, гадали на картах. 18 миллионов рублей, ребят. Да, Белоцерковская заряженная тетка, но тем не менее, да, лишними деньги никогда ни у кого не бывают. Вот, Ник, а что с 18 миллионами? На тот момент ты драла тельняшку за этого Таролога. Вы вместе, в заединщине, да? Вы создали инстаграм, куда впускали по платной подписке. 13 тысяч рублей. А куда тебе 18 миллионов рублей сейчас ушли? И ты их вернешь? Ведь ты же рекламировала даму. Можно, конечно, посочувствовать Нике, вот она очередную аферистку попала. А с деньгами-то что, Ник? Мне очень интересно послушать. Как от Ники, так и от людей, которые подписывались на всю эту шарашкину контору. Да, мы же что с вами не так? Общий чат, 13 тысяч рублей. Повторяюсь, ребят, ну деньги мне пришлите. Вот я вам врать не буду, я вам не буду закатывать глаза и предвидеть ваше будущее. Я сделаю то же, что они. Я усвою ваши деньги и потрачу на красивую жизнь. Я, по крайней мере, вам врать не буду, что я что-то смогу изменить в вашей жизни. Или вы так не шлете, или мне нужно здесь соврать что-то, чтобы вы мне деньги свои прислали. Когда ты смотришь на людей, которые на все на это ведутся, и ты думаешь, господи, боже мой, ребят, ну что с вами? Вы же взрослые. Вы платежеспособные люди. Вам скажешь, да, деньги вы дадите? Ну, настолько, что вот это все примитивно решается в ваших жизнях? Пришлите деньги мне, как с детьми. Я не умею правильно слагать свои мысли и речь, но я говорю о душе. И просто почему я так разрыдовалась? Потому что сегодня на концерте ко мне подошла мама с ребеночком, которого мы спасли в Красноярске. Был всего лишь год, и никто не брался за него. И если бы мы не увезли его в Асраиль с огромные деньги, ребенка больше бы его не было бы. Просто сделайте так, чтобы наши дети жили, существовали, радовали нас, мам, пап, дедов и бабок, и строили нашу страну дальше. Вы знаете, это здорово, конечно, что певица Слава, она на такой вот эмоциональной ноте, она, значит, призвала Толстосумов и правительство страны Российской Федерации участвовать в благотворительности и поднять медицину на нужный уровень, чтобы дети в России жили, существовали и радовали маму и папу. Вы знаете, когда я смотрю вот на Славу, у меня такая всегда мысль. Человек тяжело пьет. Пьющий, вот серьезно пьющий человек, то есть это там алкоголизм, я не знаю, какие там стадии алкоголизма есть. Вот это вот Слава этим и болеет, да? Вы знаете, когда я смотрю на это, вроде ты несешь правильную мысль, да? А ты понимаешь, что вот ты вот проснулась с тяжелого бодуна, и у тебя настолько алкоголем расшатана нервная система, что ты сидишь и вот так вот, знаете, пьяно, лупя глазами в телефон несешь банальщину, да? Толстосумы, измените Россию. Мне смешно смотреть на вот таких вот иногда просыпающихся алкоголичек, которые пытаются вот таким вот образом, я не знаю, такой вот популизм, знаете, дешевый популизм. Толстосумы, ребята из Кремля, начните заниматься детьми, ничего не изменится. А смотреть на вот эти вот пьяные сопли в инсте, ты думаешь, господи, боже мой. Вы знаете, нужно благодарить социальные сети, потому что именно таким образом вот то, что раньше никто не видел, мы сейчас видим на экранах своих телефонов. Сидит прозревшая, да, детям надо помочь. Слав, тебя куда несет? В рехап, ляг, дама, на тебя смотреть страшно. Ты пугаешь таким поведением, не важно, что ты говоришь. Не важно, что она говорит, да, это не тот публичный человек, который с собой тысячи может поднять. Это пьяный бред человека с расшатанной нервной системой. Ты смотришь на это и думаешь, о, боже мой, а ведь будет сейчас миллион людей, да? Нет, да она права, ничего не изменится, она права. Да, социальная система в России, она не изменится. И медицина по щелчку пальцев не справится, потому что воруют все направо-налево. А смотреть вот на это все, знаете, ерничь, как танцы на костях. Ты смотришь на это и думаешь, господи, проспись иди, правдорубка. Я в шоке от праздника на нашей улице, понимаете? Потому что то, что раньше было по большому блату и близкому кругу друзей, сейчас уваливается все в инстаграмчике. Фантастика. Идеальное время для сплетников. Подписывайтесь, у нас здесь жарища. Паша Прилучный выкладывает вот этот вот пост у себя в инстаграме. Благодарю он Миру Карпович. Мне прям не совсем понятна вот эта ситуация. Сегодня с утра захожу, красивая фотка. Он красивый мужик на самом-то деле. Паша Прилучный, этим мужиком пахнет. Хочу сказать теплые слова в адрес человека, который очень помог мне в сложный период, поддержал и был рядом, несмотря ни на что. Я хочу сказать спасибо Мирославе Карпович. Она замечательная девушка, искренне добрая, чуткая, внимательная. Еще очень хочу попросить всех, кто подписан на меня и будет читать эти строки, давайте уже остановим эту волну хейта и ненависти в ее адрес. Она этого совершенно не заслуживает. Расходимся как в море корабли. Вот как выглядит вот этот вот пост. Благодарю за все, что ты вот для меня сделала. Спасибо, что была звездочка на моем небосклоне. Чуткая, внимательная, искренняя, добрая. А мне интересно, они что, расходятся, что ли? Горбатого могила исправят. В это я искренне верю. Ходоки, мужики любвеобильные. Жеребцы, которых невозможно стреножить в семейной жизни. Вот есть такие мужики, да? Они вроде как и вомут с головой в эту любовь очередную, да? Но они настолько ненадежны, насколько это только может быть. Но проецируют они огромную мужественность. Проецируют они силу. Проецируют они вот эту вот фальш-силу, да? Ты думаешь, о боже мой, вот та скала, которую я всегда искала. Вот на нее я могу опереться. Вот они, фальш-мужики. Когда ты вроде проецируешь настоящего мужика, но ты вот по своей натуре. Я верю, знаете, здесь не то, что человек плохой, но человек он хороший. Здесь немножко другое. Человек он не способный к долговременному отношению. Вот есть такой типаж. Я надеюсь, что это не так. Я надеюсь, что он просто благодарит ее и просит просто, чтобы прекратили хейт. Хейт в сторону мира. Серьезно? На Агата не посмотрим, нет? Или там святая Агата у нас? И вот мне интересно, что сейчас происходит. А вообще, конечно, это ужасно. Я не люблю таких, потому что вот они хардбрейкеры, да? Они вот, они разобьют вам сердечко своим вот этим вот мужским этим прикусом, да? Суровым и тяжелым взглядом. А по факту что? Жеребец хочет бегать. Не люблю таких типажей. Я ненавижу таких. Потому что они разбивают сердца, ребята. Вот по факту. Интересно, что происходит? Девчонки, интересно послушать ваше мнение на этой ситуации и вообще на мужиков, которых я только что описал. Давайте пообщаемся в комментариях. Буквально не так давно, на днях, Иосиф Пригожин высказал точку зрения. Он отметил, что выступать на сцене и мотаться с гастролем все равно, что работать на шахте. И огромное количество людей возмутились, конечно, да? Вы знаете, огромное количество людей считает, что, например, моя работа, вот лично моя работа, да, блогера, одна локация, каждодневные вот это вот ни о чем, знаете, потрепаться. Люди же видят именно так ситуацию, да? Ну и заливаешь там, да, и имеешь вот эти вот там 300-400 тысяч просмотров. В сутки. Ведь это же легко. Если это так легко, делайте. А во-вторых, вот это вот пренебрежение. Займитесь настоящей мужской работой, да? Иди на завод, иди туда, иди сюда. Ой, вот эти вот все певцы зажрались, у вас бешеные деньги, вы их не заслуживаете. Вот это же позиция. Я не понимаю вот эту вот позицию. Я считаю, что любой труд, неважно какой, должен быть оплачен. Если, например, корпоратив Билана стоит 25 тысяч евро, и люди готовы за это заплатить 25 тысяч евро, почему нет? Все имеет цену, и это тот люкс-продукт, который стоит дорого. Значит, вот, пожалуйста, горняки возмутились. За всех шахтеров высказался председатель Белгородского горно-металлургического профсоюза Лот. От дамов. Кстати, классное имя. Лот с двумя тэпперами. Раз такое слышу, прям класс. Прям что-то из Толкена, да? Он заметил, что с удовольствием примет продюсера на работу и предложил ему просто приехать спуститься там на 3 километра. Даже не работать, просто спуститься и подняться, и посмотреть на его мнение. Также он пристыдил Пригожина. Его слова шахтера, такие же, как горняки и металлурги, до 80 лет не живут, и юбилеи не справляют. К сожалению, получают травмы и даже отправляются. Про отцам. И многие, значит, конечно, тоже возмутились, как можно проводить такие нелепые сравнения. Вы знаете, ребят, а вот моя такая позиция на все на это. Я как человек, я не шоу-бизнес совершенно, нет? Но у меня вот эта вот работа, которая провоцирует очень многих сказать, иди на завод, да? Вопрос в чем? Вот здесь у меня такой вот хороший момент. Люди выматываются, выгорают в ноль. И эмоциональная нагрузка, я не знаю, что сложнее, физическая или эмоциональная нагрузка, когда ты сидишь пустой и мертвый внутри, и ты не знаешь, как себя вести, ты не знаешь, что происходит, у тебя день сурка. Я сейчас прохожу через ад, через мой личный персональный ад. И я об этом сейчас не боюсь говорить, потому что я считаю, что об этом нужно говорить, потому что эмоциональное, моральное, ментальное выгорание – это ужасно. И когда люди начинают обесценивать твою боль, когда люди начинают обесценивать твой колесо, по которому ты бегаешь, как хомяк, да? Это страшно. И мне все равно, что люди думают, на самом деле. Но я считаю, что когда вы говорите, а вот давайте сравним шахтеров и певцов, да? Вы думаете, от хорошей жизни Билан бухает? Вы думаете, от хорошей жизни Слава вот до такого невменяемого состояния себя довела? Это, знаете, продаешь душу дьяволу в любом случае, да? И на какой-то момент тебе становится настолько морально тяжело, что легче заглушить это чем угодно, чем встречаться с собственной реальностью на трезвую голову. И потом, когда мы говорим про горняков, про металлургов, про шахтеров, это тяжелая работа, заслуженный труд. Но это трезвый выбор трезвых людей, которые идут на эту самую работу. Никто не заставляет, из-под палки никто не гонит. Это их выбор. Если вы сделали выбор вот в шахтеры, это не значит, что работа певца плохая, легкая, или работа, к которой можно относиться с пренебрежением. Это ваш выбор. Это выбор этого человека. Нельзя сравнивать. Хотя почему не сравнить? Когда ты морально, ментально убитый, для меня вот на данный момент, на данный период моей личной жизни, я сейчас все через себя пропускаю вот таким вот образом. Для меня это самая большая боль. И мне плевать, что тяжело работать в шахте. А мне вот тяжело сейчас, здесь, на данный момент. Я считаю, имеют каждый право на свое мнение. Это раз. А во-вторых, никто никого не заставляет нигде работать. Ребят, трезвый выбор идти в шахтеры. Тяжелая работа. Ну, вы же знали, куда вы идете, правильно? А вас уважать за ваш выбор? Да, работа уважаемая. Ну, и нас уважайте. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. А у кого сейчас моральные, вот этот вот ментальный, вот этот пустая голова, и вы не знаете, что с этим делать, как вы с этим справляетесь? Потому что сейчас лично у меня огромная стагнация. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся, поддержим друг друга. Ну, или, как сплетники умеют, в хлам разнесем. Комментарии открыты. Дорогие мои сплетники, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддержим приюты для бездомных животных. Пожалуйста, прогуглите свой местный приют, который есть в каждом населенном пункте. И чем дальше от Москвы, от Питера, тем тяжелее им. Периферийные приюты, это вообще люди проходят через ад на земле каждый божий день. И морально тяжело, потому что не могут они физически помочь животным, потому что нет денег. Переведите сколько можете, потому что это важно. И очень часто мы сплетники, единственная комьюнити, этому, блин, огромному шоу-бизнесу, да, который не проходит мимо страданий бездомных животных. Братьев наших меньших. Я вас обожаю сплетники за огромные любящие сердца. И за то, что никогда не проходите мимо страданий бездомных животных. И доказывайте всему миру, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетники, вот и все новости на сегодня. Спасибо огромное абсолютно всем за подписки, за пальцы вверх, за комментарии. Я вас обожаю, моя любимая комьюнити. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!